Здравствуйте, садоводы-огородники! Я Наталья Антипова, старший научный сотрудник Западно-Сибирской овощной опытной станции. Сегодня мы поговорим о репчатом луке. Именно о репчатом луке. Потому что многих интересует, почему он идет в стрелку, что с ним происходит летом, почему он начинает болеть. Конечно, обидно, когда лук пошел в стрелку. Луковицы хорошие не получат с этого лука. Стрелочки, конечно, можно выломать, но луковичка будет мелкой. Бытует много мнений, от чего лук идет в стрелку. Но основное влияние, которое оказывает на это поведение лука, это пониженные температуры осенью, когда убирается сивок. То есть вот эти мелкие луковички, которые высаживаются репчатого лука, если они хранятся холодным способом, то вот это переохлаждение может сказаться на дальнейшем его поведении. То есть часть луковичек пойдет в стрелку. Весеннее похолодание не окажет такого влияния. То есть закладывается эта стрелка осенью, когда происходит переохлаждение вот этих мелких луковиц. Те садоводы-огородники, которые сами выращивают сивок для получения лука-репки, те, конечно, хранят дома его в теплом способе, то есть в тепле. А когда мы выбираем посадочный материал в магазине, то есть вероятность, что его хранили холодным способом. И, скорее всего, его хранили холодным способом. Поэтому не ваша вина, что у вас на огороде появляются стрелки. Это просто какие-то луковички попали под пониженные температуры, и поэтому выросли у вас стрелочки на огороде. Выломайте, и эти луковички мелкие, которые вы получите, и употребите их в осеннее время. Для получения хорошего урожая лука, конечно, его нужно поливать. И поливать обильно, в глубину залегания корней. Не просто побрызгать, чтобы верхний слой быстро высох. И поливать нужно, ну и в июле еще нужно поливать, июнь, июль нужно поливать. А потом приостановить поливы, ну, примерно за две недели до начала уборки, которую вы определите сами по состоянию вашей грядки. Если ботва начнет желтеть, и шейка лука станет тонкой, перо нагнется, то, значит, уже луковица начинает созревать, появляются сухие чешуйки на ней. Это говорит о том, что наступает срок уборки. Поэтому полив уже не нужен. Ну, как говорят в народе, лук от семи не дуг, поэтому желаем вам получить хороший урожай.